С утра до глубокой ночи соседи сверлили стену, стучали молотком и не давали спать. За это 53-летняя женщина решила их убить и стала подыскивать киллера. Желающий исполнить эту роль нашелся быстро. На кадрах жительница Буденновска договаривается с ним о гонораре и о времени убийства. Расправиться с супругами нужно, когда заказчица будет на работе, чтобы обеспечить ей алиби. Женщина не догадывается, что под маской наемного убийцы полицейский. За убийство семейной пары заказчица согласилась отдать 100 тысяч рублей. Но оказалось, что это не единственные соседи, от которых она хочет избавиться. Женщина убедила подставного киллера сделать ей скидку на следующих жертв. Заказ обещала сделать, как только накопит деньги. Сейчас, пока мы с этими разбираемся, с вашими соседями, с теми, чем. Потом уже будем дальше надумать. А это, понимаете, чтобы вы поняли просто. Я вас уже понял. Это как в кошмарах показывают взаимозамещаемые части одного полка. Понимаете? Вот эти семеро. В конце разговора женщина расплакалась. Но оказалось, не из-за грядущей расправы над людьми. Ей просто стало очень жаль себя. Я понимаю, что это просто волна. Это фашисты. Это фашисты. Я осознала это. У меня абсолютно никаких несожалений не угроза. Это фашисты. Через несколько дней подставной киллер сообщил заказчице, что убил ее недругов, распылив в машине сильнодействующий яд. И в подтверждении своих слов показал инсценированные фотографии. Женщина расплатилась с исполнителем. Момент передачи денег правоохранители засняли на камеру. После этого Ставропольчанка спешным шагом направилась домой, чтобы, наконец, посидеть в тишине. Но не успела даже перейти дорогу, как ее задержали полицейские. Злоумышленницу задержали и доставили в районный отдел внутренних дел, где она дала признательные показания. В отношении жительницы Буденовска следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время женщина задержана. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. За попытку организовать заказное убийство жительнице Буденовска грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Алиса Вартазарян, Ставропольское телевидение.